Принимаю этот препарат уже на протяжении 26 лет ежедневно. У меня удалена ОЛХ щитовидки. И без этих препаратов, жизненно важных, я не могу проживать ни один день. Я не знала, что будет такой дефицит. Нигде в Санкт-Петербурге приобрести невозможно. И таких людей, как я, очень много. Одними из первых из российских аптек начали исчезать препараты не только для щитовидки, но и для лечения онкологии, орфанных заболеваний, а также противовоспалительные средства и инсулин. Критически необходимые людям с диабетом. Всего фармацевты отмечают дефицит около 80 видов лекарств, которые сложно или вообще невозможно найти. И хотя санкции за нападение на Украину не затронули медикаменты напрямую, их доставка очень усложнилась. Многие крупные компании, которые до этого ввозили лекарственные препараты, ввозили. Не приобретали именно ввозили через морские ворота, через воздушные гавани. Железнодорожным транспортом или автомобильным сегодня эти отгрузки приостановили, либо ограничили, существенно ограничили. Кроме проблем с логистикой сказались и валютные ограничения, а также рост курса рубля. Очень важный момент. А как Россия будет рассчитываться за лекарства, это тоже тормозит, потому что компании думают, они отвезут лекарства по какому курсу, по какому курсу рубля, по какому. Но это опять-таки, это бизнес, да, это бизнес на здоровье, но тем не менее это бизнес. Проблемы возникают даже с теми препаратами, которые производят в самой России, потому что 80% сырья для них импортируется и на него санкции распространяются. Быстро заменить эти субстанции очень сложно. Даже если они сырье где-то найдут, им нужно самим разработать около 800 собственных стандартов, эталонов веществ, что на самом деле очень сложно. Две сотни, если разработают в течение года, то это будет хорошо. Из-за дефицита лекарства начали сильно дорожать. В разных регионах России уже фиксируют рост цен минимум на 20%. Ажиотажный спрос повышает цены. Каких-то лекарств просто не будет на рынке. Если они будут продаваться где-то, что называется, из-под полы, то они, безусловно, будут дороже. То, что касается инфраструктуры, их инфраструктуры фармацевтической и то, что они могут производить, скорее всего, там будет жесткое регулирование российским государством. Из-за подорожания правительство даже ввело норму, что может изменять правила оказания медицинской помощи, то есть уменьшать объемы закупок дефицитных препаратов. Вопрос цены, он, наверное, будет креугольным, поскольку бюджет в отношении государственных закупок, он сформирован. Региональные бюджеты также имеют свой предел и, наверное, сложно регионам будет затратить на лекарственное обеспечение бюджет в полтора до их два раза выше. В то же время российские власти, а также производители лекарств пытаются проблему замять и уверяют, что ситуация под контролем. А дефициты подорожания списывают на ажиотаж среди населения из-за паники. Мы посмотрели по Москве, у нас средний чек в Москве в аптеке вырос приблизительно в пять раз. Это значит, что количество покупателей не увеличилось, но покупать они стали в пять раз больше, чем покупали до 24 февраля. Чтобы уменьшить нехватку лекарств, в России начали искать аналоги оригинальных препаратов и сырье в странах, которые не вводили санкций. Но по прогнозам экспертов, в ближайшее время дефицит все равно будет только усугубляться. Через два-три месяца люди с тяжелыми заболеваниями останутся без жизни на необходимых лекарствах и в полной мере почувствуют на себе последствия российской агрессии против Украины. Наталья Волошина. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.